Я не буду заниматься рекламой, но я скажу, что он смотрится не хуже, чем крупные проекты на М-1 канале. Я не смотрю часто, но я посмотрел и я бы сказал, что там, так назовем, отечественные клипы или клипы местного производства, они тоже не отличаются качеством. Поэтому главное содержание песни и главное не испортить песню клипам. На самом деле клип хорошо, можно считать, что клип хорошо ротируется, когда даже, вернее, песня хорошо ротируется, когда даже утюг включаешь оттуда, играет музыка. Но на самом деле для большинства сегодня, если мы говорим о христианских исполнителях, это абсолютно недосягаемо. И о каких-то жестких ротациях или прочих ротациях вообще речь не идет. Речь идет о каком-то выживании и минимальном бюджете. Если у вас есть, конечно, деньги и вы хотите сразу достичь много-много людей, это очень хорошо. Для этого нужно составлять медиаплан, для этого нужно составлять план продвижения и делать. Но насколько я понял, вопросы задаются для ситуации, когда ничего нету, а нужно что-то сделать. То есть разговор о составлении медиапланов или планов продвижения, это отдельно, по организации концертов, это вообще сюда не идет. То есть речь идет о токе, исполнителе, который свеженький, он ток, ток, ток захотел. Я вам скажу, что основной, конечно, движущей силой будет здесь страстное желание, посвящение. И самое ценное, что я считаю, это наличие послания. Послание к людям, которое принято от Бога, принято с неба, и оно производит отклик в сердцах людей. Если есть такое послание, оно удачно завернуто в формат музыки определенной, оно обязательно идет своего слушателя. Ну, часто очень группы возникают стихийно, то есть они в процессе трения, они какой-то определенный имидж вырабатывают, то есть у них появляется форма одежды, определенный стиль, это хорошо. То есть если речь идет об исполнителе, который набирает музыкантов, аккомпанирующих, мне кажется, здесь вообще сам исполнитель, он выступает в роли продюсера. Или продюсер со стороны есть. Я думаю, что в этом случае нужно приблизительно причесать всех под одну гребенку, чтобы стилистически люди выглядели одинаково. То есть есть элементарные ошибки, скажем, в имидже стилистические, которые могут повлечь за собой потерю целевой аудитории серьезной. То есть бас-гитара, допустим, или гитара, которая находится в положении вот здесь, вот под подбородком, а не на уровне колена, то есть она сразу же, приблизительно, я думаю, что процентов 30 людей она может... То есть люди не поверят вам, если вы будете так играть, допустим, в какой-нибудь нью-метал. То есть как тут не старайся, как не одевайся, есть просто фишки определенные, есть стилистические рамки. И если, допустим, классический певец выйдет в шортах петь, то... Ну это приблизительно то же самое. То есть я для того, чтобы продемонстрировать это, это приблизительно то же самое. Классический певец выходит в шортах петь, в где-нибудь там, в Испанию, в Раскал, выходит петь в шортах, там, и, естественно, на публике стоит и уходит сразу же. Ну у нас христиане люди, они очень такие сердобольные, сочувствительные, то есть они не уйдут сразу же, но они больше не придут. Вот, и поэтому я думаю, что это обязательное условие запаковать группу так, чтобы она выглядела в стилистическом соответствии музыке, которую она играет. Ну как вы думаете вообще, фильмы, которые идут по... Сегодня фильмы, которые люди смотрят, там артисты одеты так, как они одеваются в жизни? Может быть, в 10%, да, в 5%, да, но тем не менее эти фильмы играют, имеют огромное влияние на людей. То есть создается некий образ. Хорошо, когда образ, он сочетается с внутренним миром человека, это стопроцентное попадание. Поэтому лучше подбирать музыкантов, которые уже заранее так одеты. Но я спешу вас разочаровать, таких немного. То есть, в принципе, многих придется переодевать, причесывать, переубеждать, может даже где-то. Но всегда желание человека, оно помогает ему преображаться, переходить на следующий уровень. И это очень важная вещь. То есть я говорю о том, что гибкие материалы, они находят в большей области применения. То есть я бы сказал, первый, самый первый момент, если человек, который приглашаешь в команду, он не хочет меняться и даже одевать одежду, то есть он не захочет у нас меняться 100%. То есть, как вы понимаете, в Библии одежда – символ изменений. Всегда, когда человек переходил куда-то, там, из сословия в сословие, из социальной группы в социальную, взять Иосифа, то есть он менял несколько раз одежду, свою раскрашенную, на одежду пленника, на одежду заключенного, премьер-министра. Это Моисей, принц, пастух. То есть в каждом случае своя одежда. И я думаю, что хорошо, когда человек понимает, и он просит Бога о том, чтобы он произвел внутренние изменения, прежде чем сменить одежду. Это самое главное. Конечно, если такого не произошло, ну что сделать? То есть в мире сегодня много музыкантов работает, и в светской, и в христианской индустрии, которые просто согласно контракту одевают черно-белое или бело-черное, или что-то там, и они выходят на сцену для того, чтобы создать картину или фон определенную. Ну, вообще авторское право – это не изобретение человека. Еще в первой главе «Бытия», в первой-второй главе «Бытия» вообще рассматривался вопрос о брендинге. Когда Бог сотворил человека, ничего не было названо. То есть оно существовало, как некоторые люди говорят, ну, то есть ты получаешь идею от Бога, то есть это не твое. Да я согласен. Но все, что существовало на земле, и все, что существует, это творение Божие. И Бог привел человека и сказал, называй это, и через это бери в управление. То есть я так, ну, свожу до простого уровня понимания. То есть дай ему имя и владей. То же самое и здесь. Тот же принцип. Человек, Бог дает человеку идею для песни, человек владеет и вправе ее распоряжаться. То есть это право, которое дает Бог человеку. Но, к сожалению, сегодня это право, оно во многих случаях просто растоптано, оно не признается. Формально оно защищается, но фактически очень-очень сложно потребовать у кого-то чего-то. То есть вот у меня, допустим, есть какие-то незначительные авторские отчисления, которые позволяют, ну, они позволяют, скажем так, прожить только от авторских, но их можно положить в карман. Вот, хотелось бы, чтобы было больше нормального желания каждого человека. Но мне кажется, что пока люди не поймут на другой стороне, что это не вопрос, наверное, артистов, это вопрос общества. Сегодня общество вообще не хочет признавать прав никаких, тем более авторских. Поэтому я не думаю, что в ближайшем будущем, обозримом будущем, то есть какой-то автор, он сможет существовать исключительно за счет авторских прав. Хотелось бы. То есть реально есть определенные стандарты, допустим, в американском, даже в христианском шоу-бизнесе. То есть автор получает 50 центов, как минимум, за текст или музыку от продажи компакта. И там, естественно, человек может существовать. У нас начинаются такие попытки, но так как хиражи небольшие, продажи, естественно, авторы не могут полностью закрывать свои какие-то вопросы финансовые, и поэтому они вынуждены там быть музыкантами, еще где-то ездить, выступать. Да, то есть независимых композиторов христианских, которые только пишут, я пока не знаю. И живут на авторские от продажи песен, но я себя пока таких не знаю. Хотелось бы, чтобы они были. Нужно отношения строить по слову Божьему. К сожалению, музыканты, они не научены, как правильно строить отношения в коллективе. Здесь никаких вообще секретов нету. Их нужно строить точно так же, как в любых других коллективах. То есть есть определенная иерархия, есть определенная, скажем так, система управления, которая, к сожалению, отсутствует. И до этого очень много вопросов возникает. Серьезная команда никогда не станет серьезной командой до тех пор, покуда она не будет частью определенной структуры. Или сама будет существовать как структура или как служение. То есть просто собрание музыкантов по интересам, оно не даст большого.